Бывшего лидера боснийских сербов Радавана Караджича приговорили к пожизненному заключению. Суд в Гааге сегодня вынес решение по апелляции на вердикт 2016 года. Тогда первого президента республики Сербской приговорили к 40 годам тюрьмы за геноцид и военные преступления в ходе боснийской войны 1992-1995 годов. Суд признал Караджича виновным в организации массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году, где были убиты более 7 тысяч человек – мужчины и подростки. Касается вердикт и осады Сараева, во время которой погибли больше 11 тысяч человек. Корреспонденты BBC встретились с теми, кто пережил эту осаду в Сараево. Пятилетнего сына Златки Имамович убила гранаты, попавшие в их дом. Сейчас, спустя 26 лет, Златка считает, что пожизненный приговор, который Караджичу вынесли сегодня – единственное адекватное наказание для него. Моего Мирзу убили 21 марта 1993 года. Сегодня, почти ровно 26 лет спустя, мы ждем приговора. Я ожидаю справедливого решения от суда в Гааге. Преступнику, который был способен на убийство детей, можно дать только самое жесткое наказание – пожизненное заключение. Бывшего лидера боснийских сербов Радова Накараджича сегодня приговорили в Гаагском суде за преступление во время войны в Боснии. Меня зовут Златка Имамович, я из Сараева. Мой сын был убит во время осады Сараева. В наш дом попала граната. Мой пятилетний сын Мирза был убит. И мой свекор тоже погиб. Это трагедия для всей семьи. Пережить осаду было тяжело, особенно детям. Гранаты взрывались когда угодно и где угодно. На детей охотились снайперы. Не знаю, каким надо быть человеком, чтобы делать такое. Однажды я готовила, наверное, хлеб или макароны, что у нас было тогда. Мой сын спросил, «Мам, у нас есть бананы? Я бы хотела съесть бананы». Он читал детскую книжку и увидел там фотографию банана, поэтому и спросил. «Это было за неделю или две до того, как он был убит. С тех пор я не съела ни одного банана». В числе прочего, Караджичу предъявлено обвинение в преступлениях против гражданских лиц во время осады Сараева. «Все, кто совершал эти преступления, должны быть наказаны. А он был командующим, и его нужно наказать адекватно». «Тогда мне будет немного легче». Во время почти четырехлетней осады Сараева был убит 1601 ребенок.